Продолжение следует... Мы продолжаем разрабатывать приборы и программ научных и практических исследований Луны, причем это не просто академический интерес. У нас много договорных работ с Роскосмосом на эту тему и хочу сказать, что первые договорные работы, касающиеся непосредственно практических задач, то есть по оценке некоторых прогнозных безопасных отдельных элементов, они начались с 2006 года. Это была наша первая работа. В настоящее время сделано таких уже порядка десятка работ под руководством Роскосмоса, выполнено. Параллельно мы, конечно, занимаемся и выделяем, исследуем основные типы лунных ресурсов. И хочу сказать, что достаточно на эту тему у нас уже имеются публикации. И как лунные, так и внеземные ресурсы мы подразделяем на две основных категории. Первая категория – это те ресурсы, материалы и элементы, которые необходимы для промышленного использования на месте. Прежде всего, это, естественно, солнечная энергия. Это газовые или летучие компоненты, необходимые для жизнеобеспечения экипажей, пилотированных экспедиций и обитаемых баз. И для использования в различных технологических процессах. Например, для выработки дополнительной электрической энергии. Это отдельно выделяются криогенные компоненты, кислород, водород, как элемент летучий, для производства ротеклого топлива на месте. Такая работа у нас проводилась достаточно большая по оценке. Непосредственно совместно с Хроничевым предприятием. И такой анализ проводился совместно с этим предприятием. Которая показала, что даже на начальном этапе исследования Луны нам необходимо для обеспечения транспортного моста Земля-Луна-Луна-Земля и непосредственно орбита Луны и поверхности Луны порядка 200 тонн кислорода и порядка 50 тонн водорода. Возить это все с Земли нереально. И поэтому вот эта работа нашла как по сокращению затрат на вот эти работы. Тем более, что эти элементы можно добывать и хранить непосредственно на лунной поверхности. Также в качестве таких ресурсов для местного использования рассматривается реголит. Это рыхлый, это грунт, лунный грунт, который рассматривается в качестве основного строительного материала. И в отдаленном будущем это металлы, алюминий, титан, железо и предпоземельные элементы. Ко второй категории ресурсов нами относятся те материалы и элементы, которые могут быть востребованы на Земле. Что предусматривает их промышленную доставку на Землю. Это материалы, сырье или элементы, которые имеются в недостаточном количестве или вообще отсутствуют на Земле. Но их добыча и доставка на Землю должна быть экономически целесообразной, то есть оправданной и окупанной. Соответственно, это должны быть элементы стратегического значения. Ну, например, для обеспечения энергетики Земли. По оценке, скажем, такой большой интересный с краткоземельными элементами. Но, если здесь присутствуют геологи, мы все прекрасно знаем, что запасов и редкоземельных, и группы противного мира, и других элементов на Земле достаточно еще на многие десятки и сотни лет. И мы считаем вот эту задачу преждевременной для изучения этих элементов и доставки их на Землю. И поэтому вот эти ближайшие там порядка уже больше десяти лет мы занимаемся этим вопросом, поэтому основной предмет наших непосредственных исследований – это, конечно, направление на те ресурсы, которые нам необходимо использовать непосредственно уже на начальном этапе освоения Луны, непосредственно на месте. И, прежде всего, это, конечно, летучие элементы, это самый ценный ресурс на Луне, который, как Вы знаете по последним данным исследований, в том числе, прежде всего, конечно, это американские аппараты, в том числе и индийские космические аппараты. Это летучие компоненты, это водяной лед, который сосредоточен в полярных областях. Я просто кратко вот в тезис накоснусь. Нами выделяется три типа таких летучек. Мы их называем газовое месторождение Луны. Это, конечно, не в земном понимании газовое месторождение Луны. Это три типа. Это имплантированные, слабосвязанные и замороженные летучие, которые характеризуются различным распределением на поверхности Луны и различным содержанием и концентрацией. И требует практически каждый из этих типов своих собственных различий, своих собственных методов, как исследования, так и добычи. И скажу, что наиболее самый ценный тип ресурсов это слабосвязанные и замороженные летучие, которые, в отличие от имплантированных, крайне нестабильны к механическим и температурным воздействиям. И вот эти механические принципы добычи, которые в США отливаются практически с конца 80-х, с начала 90-х годов, они к этим типам, причем это самый ценный тип летучих, самое богатое содержание, они не применимы. И здесь требуется как раз развитие каких-то принципиально новых, поскольку как только мы начнем что-то копать, транспортировать, это все улетучивается. Здесь мы такие методы тоже разрабатываем. Вот это первый шаг, это тот ценный ресурс, на который, наследование которого сейчас, в общем-то, и сосредоточены и наши научные силы, и, я знаю, и наших коллег, и в Европейском космическом агентстве, и наших американских коллег. Спасибо большое.